Соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения – одна из приоритетных задач для органов власти, поэтому за состоянием проезжих частей и прилегающей инфраструктуры пристально следят, в том числе в прокуратуре. Чем недовольны в надзорном ведомстве и текущей ситуации на дорогах областного центра, узнаете из материала Олега Федорова. Мелодию не воспроизводит, но так же податливо, как клавиши рояля – это уличная плитка Иркутска. Одно неверное движение, и пешеход может получить травму. Делали ремонт пару лет назад, и все в ямах. Ремонтируют выборочно и очень тоже некачественно. А на качество уже дорожного полотна тут же на Байкальской жалуются водители. Им, как минимум, гарантирована встряска. Вообще асфальт сахарный недавно положили. Долго тянут, в принципе. Весна уже закончилась, пора уже как-то посерьезно заняться. Хотелось бы побыстрее, чтобы делали. Ямы растут быстрее, чем делают. Ямы и просадки асфальта на дорогах сейчас можно встретить в любом районе областного центра. На текущее состояние дорожной инфраструктуры обратила внимание прокуратура Иркутска. И даже выписала представление мэру областного центра. Установлено, что вопреки требованиям закона на территории Иркутска имеются дефекты покрытия проезжей части, повреждены или отсутствуют дорожные знаки и элементы дорожных ограждений, нарушена целостность их конструкции, допущен износ бортового камня и дорожной разметки. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений, обратив отдельное внимание на гарантийный ремонт автомобильных дорог местного значения. Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры. Это значит, что у администрации города есть месяц, чтобы ответить на вопросы, кто, как и в какие сроки займется восстановлением асфальтового покрытия на проблемных дорогах столицы Прибайкалия. Но уже сейчас есть четкий ответ по судьбе одной из центральных улиц – Байкальской. Мы в ближайшее время как раз тоже с коллегами из Иркутска автодора приступим к замене верхнего слоя асфальтового бетонного полотна на улице Байкальской, по которой очень много вызывается нареканий, вопросов сегодня у жителей. Напомню, в 2019 году абсолютно была проведена работа без соблюдения технических регламентов, которые привели к очень быстрому выходу верхнего слоя из рабочего состояния. Ну а у нас с вами получится такая комплексная решенная задача. Вопрос к работе подрядчиков часто есть и у общественников. Они же называют проблемной и систему контрактов, когда выигрывает та фирма, которая согласится выполнить ремонт за меньшую сумму. Поэтому контроль за изменениями на иркутских дорогах ведется постоянно. Все работы, которые будут проводиться, какими бы они масштабными или мелкими не были по городу, мы все равно будем смотреть за тем, как проходят работы. Будем выезжать на место, будем приглашать администрацию, подрядчиков. При этом в Иркутске ставятся масштабные задачи по развитию дорог. Для этого разрабатывают программу комплексного развития магистрали на пять лет. Планируется приводить в порядок в городе не менее 60 километров дорог за сезон. И тут главное, чтобы количество перерастало в качество. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням.